Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска двигатель 3.2 турбодизель коробка автомат, полный привод пробег на автомобиле 159 тысяч километров заменю передние тормозные колодки у человека получается подклинил суппорт один неравномерный износ колодку одну сточила начала цеплять металлом буквально чуть-чуть только заказали ремкомплекты суппорта и установили пока временно колодки чтобы покататься, пока идут запчасти сейчас поднимаю, снимаем колодки и снимаем суппорта снимаем вот эти два фиксатора задние штифты и снимаем колодки и снимаем колодки масрограмм и снимаем колодки и снимаем колодки и снимаем колодки на моей看ке теперь вот таким зажимом Зажимаю тормозной шланг, пережимаю. Сделаю это даже вот в этом месте, где мне не мешает. Это для того, чтобы лишняя тормоза не вытекала из бачка. Поставляю тазик, откручиваю штуцер и откручиваю сам суппорт. Головка здесь на 14 болт. Как видно. Тормоза вытекла чуть-чуть, зажим держит ее. Ключ на 17. Все, суппорт снят. Помыл немножко суппорт, почистил. Половинить я его не буду, потому что в ремкомплекте я не вижу уплотнительных колец наполовину. Отдельно они тоже не идут, поэтому выдавлю сначала с одной стороны два поршня, а потом выдавлю с другой стороны два поршня. Начну с дальней. Для этого возьму струбцину. Там еще было оставить место, чтобы можно было добраться до отверстия, дунуть воздухом. Поэтому как-то надо исхитриться. Вот так, наверное. Да, его по поршням я держу. Ну и чтобы пальцы не отбить сюда, их не подставляем, держим сбоку. А здесь, чтобы грохота не было, вот эти голсточки подложу. Ну и пробую. Один поршенек, но нам надо, чтобы два выскочили. Ну этот поршенек в идеальном состоянии. Это хорошо. И теперь вторую сторону. Этот поршенек пока заведу на место. Вот так вот. Просто я зажимать его не буду под опровку. Вот так вот. Вот так я. Сукупс. Наши. Ну и, динчик. Наши. Наши. с этим поршеньком чуть-чуть печальнее потом как раз был и подклинивший немножко смазки недостаточно было в принципе тоже под полироль сейчас постыгу его полирну маленько и он тоже выйдет вот таким макаром вот таким макаром пыльник по наружу сидит просто здесь даже паза нету отлив и все металлическим кольцом зажимается никаких дополнительных моментов его не держит пыльник даже можно заменить не разбирая супер надо его почистить и заменить не только пыльник а заменить манжеты и почистить поршня длины длины нам хватит чтобы выдавить эти поршня поэтому наверно выдавливая все четыре поршня вот разница как заходит этот поршень и как заходит этот поршень и его ровно завести не могу у него то ли на перекус то вряд ли у него есть быстрее всего просто коррозия грязь вот нормально нам хватит выдавить поршень идет потихоньку этот не идет воздух и здесь под этот выходит второй пошел так один поршенек выдавили вернее третий поршенек да пошли очень туго заходят вот не могу я его вставить вот оно не то что я криво ставлю оно как с одной стороны оно входит нормально вот по этим сторонам а по этом не хочет вот этот придержу поршень Продолжение следует... Не нахожу объяснение, как только что повело отверстие в суппорте, они даже не могут, поршня даже не могут зайти до манжеты. Если заходит, вот он один поршень, только заходит нормально до манжеты. Вот его даже видно. Раз, вот он до манжеты дошел. А эти все как-то... Все печально. Так, получается у нас на штуцер прокачки. И положу здесь отметку, что у нас штуцер прокачки, чтобы у меня все поршня встали на свои места, чтобы их не путать. Новые же я не ставлю. Ну а теперь мою, чищу. Снимаю манжеты старые. Они пропускать не пропускали. Просто суппорт стал закусывать. Ну что, я почистил все. И могу подытожить, что по-хорошему, по-хорошему, этот суппорт под замену. Из-за недостатка смазки, из-за того, что обслужить его при замене колодок неудобно. Подлезть под пыльник, добавить смазки. Как говорится, целый геморрой. И от того, что нет смазки, нижняя поршня начали просто ржаветь. Если взять... Так, это у нас верхний, а вот он нижний. Вот этот у нас нормальный. А вот на этом, видите, в верхней части поршняка есть уже раковины. Это не грязь. А, ну вот они тоже раковины. Получается, вот этот поршеньок. Тоже раковины. И раковины глубокие. Ладно, это можно поршня заменить. Но здесь дело в другом. Здесь выработка уже в самом цилиндре. Если вот видно снизу по кругу и в середине, но с этой стороны еще более-менее. А вот с этой стороны уже вон больше ее видно. И также с этой стороны еще больше выработка. Вот ее хорошо видно. А на этом поршеньке больше всего. Сейчас, конечно, я его соберу. И какое-то время он поработает. Год-два. Но дальше хозяину надо будет уже копить деньги на замену суппортов передних. И машина 2008 года. Пробег небольшой. Что там, 159 тысяч. Я так думаю, что раз в 5 лет надо не полениться снять и перебрать суппорта. Тогда они будут ходить гораздо дольше. И затрат будет меньше. Да, хлопот на обслуживание больше. Но срок службы увеличивается. Еще раз промываю, продуваю и начинаем собирать. Беру ремкомплект. Ремкомплект идет на одну сторону. 465B840. Чтобы не путать, это у нас старое. Это у нас будет новое. Смазка в ремкомплекте идет тойотовская розовая. Здесь идет мало. Мне этого не хватит. Я добавлю. Беру манжету, наношу маленько смазки. И вставляем манжету в пазик. Перепроверяем, чтобы у нас манжета не крутанулась. ... ... ... ... И так все четыре манжета. И так все четыре манжета. Смазки едва хватило на манжеты и нам еще поршня мазать. Перепроверяем. Все ровно стоит. Берем поршень. И заводим его на место. Пошел легко. Также берем второй поршень. Все, смазка закончилась. Добавляю уже своей. Которая лишняя смазка, она останется под пыльником. Как говорится, здесь лишнего нет. Добавляю. Добавляю. Все. Все. Тоже поршень зашел. Ну и сразу эту сторону одеваем пыльник на поршень. Надеваем этот поршень. Вот так вот оно. Топим его. Один. Второй. Если до конца можно топить. Теперь по кругу одеваем пыльник. И одеваем стопорные кольца. Добавляю. Второе стопорное кольцо сидит. Так. Это у нас сверху, это значит низ. Добавляю. 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 Продолжение следует... 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 все пробуем педаль тормоза проверил тормоза педаль два раза наступил колодки от поджались вина сейчас диск уже поджатый и педаль не проваливается все хорошо если вдруг педаль проваливается надо еще прокачать тормоза и сейчас покажу по колодкам по старым из-за чего этот весь цирбор у нас с переборкой это вот правая сторона колодка одна изношена полностью до металла цеплять начало а вторая сторона целы для сравнения сейчас будет ходить нормально на этом все переборку суппортов и замену колодок я закончу всего вам доброго